Цены на нефть обвалились еще на 8%, опустившись ниже 26 долларов за бочку. Вот с таких новостей началась новая рабочая неделя. В этот раз, похоже, экономическая войнушка с нефтедобывающими странами, которую мы сами и развязали, на пользу России совсем не идет. Вот условные снаряды, отсеченные компанией, коими они пуляют по Саудитам, Катару и так далее, снова летят в сторону Воронежа. Чиновники из Минфина озвучили официальную сумму, которую вследствие начавшейся возни недополучит российский бюджет. 3 триллиона рублей. Знакомая цифра? Да. Ровно столько эти ребята собирались сэкономить за счет пенсионной реформы. Мы сэкономили. Вот, поставив на зеро, в итоге 5 лет жизни у нас с вами просто так украли бесплатно. И не только это. Россия на общем фоне. Оазис стабильности. Тихая гавань. Ладно бы эти деньги мы потеряли вследствие какой-то рискованной сделки. Рискованной, но оправданной, которая могла бы и выстрелить, так нет. Мы их просто профукали ради чьих-то понтов. Причем, совершенно понятно, чьих именно. Как бы это доступно объяснить? Представьте себе Ваню, который идет, берет кредит в банке под бешеный процент. А затем тупо прется с этими бабками в казино. Откуда выходит, разумеется, с голым задом. Но зато впечатление на пацанов произвел. Кстати, 3 триллиона. Да, я там сумму выше озвучил. Так вот, это пока. Поскольку войнушка-то продолжается, страны ОПЕК пытаются дожать. Вы, например, знаете, что за две последние недели марта Россия не продала Европе ни одного барреля нашей Юрлс. Китайцы отказались от контрактов с Роснефтью, потому что на Ближнем Востоке им скидку дают. В общем, веселье только начинается. Как бы эти 3 триллиона в 6 не превратились, но всех переиграли. Начинаем! Впрочем, если бы проблема только на нефтяном фронте была. Угроза пандемии коронавируса тоже шарашит по экономике. И ничуть не меньше. Ну а как вы хотели? Полмира на карантине. Никто толком не работает? Само по себе это колесико крутиться не станет? Нам, правда, и тут постоянно врут. Мол, да нас-то это вообще мало космется. Мы, ух, как готовы отразить атаку невидимого врага. Поводов для паники нет. Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. И мы справимся с этой угрозой. Ага, а потом мы узнаем, с 23 марта закрылись воздушные сообщения с Турцией, Японией, Индией, Таиландом и Вьетнамом. То есть туристическая отрасль. Авиаперевозчики, торговцы, это первое, что в голову приходит, уже несут убытки. Далее. В регионах закрылись детские сады и школы, сейчас закрываются дома культуры, кинотеатры и так далее. Как вы понимаете, педагоги, прокатчики, аниматоры и бла-бла-бла тоже останутся не у дел. А еще с детьми, которых отправили на вынужденные каникулы, кому-то из родителей сидеть нужно. В итоге сотни тысяч наших соотечественников до кучи ушли на больничные или в неоплачиваемые отпуска. Вот только работу, которую эти люди выполняли, за них никто не сделает. В торгово-промышленной палате уже заговорили о риске миллионов банкротств. О миллионах новых безработных. А это значит, страна погрязнет в нищете еще глубже. И так-то не особо жировали. Стоит ли на этом фоне удивляться панике, которую мы все дружно наблюдали в середине прошлой недели? Да, я про скупку гречки, туалетной бумаги, уверен, еще будем наблюдать. К слову, вот ту мерзость, которую покажу дальше, большей мерзости я в жизни не видел. Сейчас придем к туалетной бумаге. Вы увидите, что туалетной бумаги дешевые нет, а дорогая наверняка стоит прямо рулонами. Потому что люди хотят дешевую туалетную бумагу купить прямо как в войну, чтобы еще и заклеивать окна, если что. Засовывать ее в задницу. Я не знаю, что я хотел. Почему люди не берут скумбрию? Это загадка. Скумбрия – это лучшая еда вообще для карантина. Вот сидишь дома, живешь скумбрию, пьешь пиво. Ряд у тебя форель своя рыбка, икры. Видите, мужчины икру покупают? Сколько угодно икры. Палтус. Вот вы знаете, чем гей отличается от… Сейчас будет пик. Вот. К чему я это? В кадре журналист государственной телекомпании «Раша Тудэ» Антон Красовский. Человек является открытым геем, это его право. Просто в данном случае господин ведет себя как раз как… Я вообще удивляюсь, как редакторы это в эфир пропустили. Для тех, кто не понял. Журналист государственного телеканала. Сидящий на шее у налогоплательщиков, и неплохо так сидящий. Я думаю, что зарплата месье Красовского составляет несколько сотен тысяч рублей в месяц. Даже не думаю, я это знаю. Вне зависимости от кризиса парень получает свои деньги стабильно. И что он делает в репортаже? Унижает людей, за счет которых живет. Этот журналист прекрасно знает, почему народ покупает именно дешевую туалетную бумагу. И проходит мимо икры с палтусом в сторону дешевых круп и макарон. Да потому что доходы мизерные. Каждому второму покупателю в этом магазине нужно год, а то и два работать. Чтобы получить столько, сколько платят за месяц Красовскому. Ну, налогоплательщики, кстати, платят. Слушайте, эти харьки вообще омурлели. Назначили сами себя элиты и хамят. Сначала чиновники, теперь вот их шестерки-лизаблюды. Кто следующий? Это реальная журналистика и ни в какие ворота тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А наш великий кормчий в это время продолжает поднимать с колен чужие страны. Ну, фишка у него такая, то беженцам из Сирии помогает, то детям Африки. Сейчас вот Италии дружеское плечо решил подставить. В минувшие выходные по распоряжению Верховного правителя для итальянцев собрали несколько самолетов с гуманитаркой. Для борьбы с распространением вируса там мы отправили средства защиты. Оборудование и комплексы для дезинфекции транспорта и территорий в наиболее пострадавшие от заразы районы направились российские специалисты-вирусологи. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений. Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей. Только так вместе все страны могут взять под контроль распространение этого вируса. Стесняюсь спросить, а Владимир Владимирович точно в курсе президентом какой страны он является? Ему хотя бы сказали, может человек на самом деле не знает, так сообщите. А если серьезно, бред какой-то. У нас в городах миллионниках простых масок, в аптеках нет, про мелкие муниципалитеты вообще молчу. Элементарные средства для дезинфекции отсутствуют, просто руки обработать. Вот зритель письмо прислал, трудится водителем автобуса во Владимире. Сегодня для дезинфекции выдали влажные автомобильные салфетки 30 штук. Сказали использовать не более одной в течение рейса? Или вот. Работаю бортпроводником авиакомпании «Россия». В нашей компании медицинские маски выдали всем службам, даже уборке и наземному персоналу, всем кроме нас. Если кто-то не знает, бортпроводники это как раз те, кто теснее всего общаются с пассажирами. Для них масок не нашлось. Им не нужно, да? Впрочем, как и подавляющему большинству россиян, видимо, которые ежедневно выходят на улицы, ну на работу-то ходить надо. А итальянцам как не помочь? Оборудование им тоже давайте отправим чихать, что у нас в отдельных ЦРБ бинты стирают, как во время войны. Простыни из-под покойников под живых людей стелят. Спасти чужих сегодня важнее. Хотя я-то понимаю, в чем причина данного постановочного шоу. А мы опять колотим понты перед всем миром, типа, вы нас тут со счетов пытаетесь сбросить? Хотите задавить кризисными ценами на углеводороды? А у нас все пучком. Даже от лишнего склады ломятся. Надо будет и на Марс гуманитарную помощь отправят. Блин, классно быть добреньким за чужой счет, а? Ну и под занавес, чтобы уж совсем вас не расстраивать. А ведь для россиян Владимир Владимирович тоже кое-что придумал. Правильно, поправки в Конституцию, после вступления в силу которых он сможет остаться президентом еще на два срока. На этом, впрочем, хорошие новости у меня для вас заканчиваются. Вы, наверное, думаете, что пойдете, проголосуете против этих поправок в апреле или там в июле, если перенесут, что типа рано я панику развел, от вас на самом деле что-то там зависит, обломайтесь. 20 марта глава ЦИК Памфилова уже огласила результаты будущего голосования. Поправки в Конституцию легитимны, так как одобрены всеми необходимыми субъектами, сказала она. А голосование это лишь блажь Владимира Путина. Ну, поэкспериментировать человеку захотелось. Ага, 15 миллиардов, кстати, эксперимент обойдется. Для тех, кто не до конца понимает, что это заявление Памфиловой значит, это значит, что наплевать, как люди проголосуют. Результаты, повторюсь, уже огласили и сделала это глава Центра избиркома, как и положено по закону. Вот тут точно. Данный гражданин нас с вами переиграл. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я засим спешу откланяться. Пока. Пока.